Привет, друзья! Всего пару месяцев назад компания Audi начала предлагать европейскому покупателю бензиновую версию Audi SQ8 с могучим 4-литровым V8 и отдачей в 507 лошадиных сил и 770 ньютон-метров момента. Такой вариант без особого труда разменивает первую сотню всего за 4,1 секунды и это лучший показатель среди немецкого трио конкретно в данном ценовом диапазоне. Напомню, что раньше кроссовер предлагался исключительно с дизельным двигателем и не мог похвастаться такой динамикой. С появлением такой версии многие потенциальные покупатели Audi, да и просто фанаты марки, наверняка задались вопросом, а можно ли SQ8 превратить в полноценную замену более хардкорного RSQ8. И на этот вопрос дали развернутый ответ специалисты из ателье АПТ. Парни предложили аккуратный пакет доработок, который включает в себя установку фирменного блока с прошивкой. Это позволило перенастроить подачу топлива и увеличить надув турбин. А я напомню, что здесь их аж три. Две классических и электрическая, работающая на низах. Все эти изменения позволили ателье довести мощность SQ8 до вполне себе приличной отдачи в 650 сил и 850 ньютон-метров момента, что даже больше, чем у флагманского RSQ8. С одной стороны это радует, а с другой первую сотню подкачанной SQ8 разменивает за те же 3,8 секунды, что немного разочаровывает. Видимо, одного двигателя маловато, чтобы добиться таких результатов при схожей мощности. А вот по максимальной скорости творения АТАПТ все же впереди и способна разогнаться до 270 км в час. Кроме технических доработок, парни предлагают еще и многокомпонентный обвес, состоящий из спойлера, юбок и переднего сплитера. А дополнить картину можно фирменными 23-ми колесными дисками, что придает кроссоверу массивности. Стоимость особенного SQ8 от ателье АПТ начинается со 130 тысяч евро. За эти же деньги в Германии можно взять топовый Audi RSQ8, правда он будет в базовой комплектации и будет лишен многих плюшек. Так что здесь каждый решит сам для себя, что ему предпочтительнее. Ну а если вы уже являетесь обладателем бензинового SQ8 и у вас не стоит задача выступать на драге, то это очень неплохой вариант. Друзья, а перед тем как мы продолжим, я хотел напомнить вам о моем втором музыкальном канале, который доступен по ссылке в описании. Если вам это интересно, переходите и присоединяйтесь. Hyundai продолжает наступление на рынок электромобилей. И после премьеры интересного IONIQ 5 корейцы анонсировали еще две модели, которые будут представлены в ближайшее время. Одной из них окажется среднеразмерный электрический седан IONIQ 6, который будет построен по образу и подобию концепта Hyundai Prophecy и по размерам будет соответствовать нынешней Sonate. Электромобиль будет оснащаться батареей на 73 кВт-час и сможет проехать на одном заряде почти 500 км пути, что очень неплохо. Правда, непонятно для какой силовой установки этот показатель справедлив. IONIQ 6 будет предлагаться как с одномоторным вариантом на 218 сил, так и с двухмоторным на 313. Второй моделью окажется семейный кроссовер IONIQ 7. По размерам он будет идентичен актуальному полисейд и будет оснащаться двухмоторной силовой установкой на те же 313 сил. А позже у модели появится еще и более доступная одномоторная версия. Кроссовер из-за большей массы будет оснащаться более емкой батареей на 100 кВт-час и, по заверениям производителя, от одного заряда сможет проезжать 483 км пути. Когда именно появятся в продаже обе модели, в компании пока не сообщают. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Чтобы не пропускать наши новые выпуски, подписывайтесь на наш канал и не забывайте о группе в инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok